Всем привет! И сегодня мы делаем мой второй анбоксинг. У меня появилось новое устройство. iPhone 4s белый. Телефон SIM-free из Канады. Минимальная версия на 16 гигабайт. Напомню, телефон выпускается в версиях 32 и 64 гигабайта. Но начнем с коробки. Внешнее отличие от iPhone 4s это обозначение S на боковой стороне. Затем белая окантовка самой коробки, так как телефон у меня сам белый. И на одном торце логотип Apple, а на другом появился значок iCloud, который говорит о том, что телефон поддерживает новую современную технологию хранения данных от Apple iCloud. Но, в принципе, более коробка ничем от стандартной четверки не отличается, поэтому быстренько приступим к самой интересной части. Телефон я получил буквально пару часов назад, поэтому он запакованный в пленке. Сейчас мы аккуратно пленку откроем. Вот это, видите, немножко проблема. Так, ну, непосредственно анбоксинг. Вот он перед вами, белый iPhone 4s. Внешне от четверки он отличается мало чем. То есть основное отличие, на самом деле, внешне в расположении клавиши включения вибровызова и тише и громче. И вот этой вот черненькой полосочке в этом, в принципе, отличие от четверки внешне. Ну, телефон в белом цвете смотрится очень интересно. Вот, значит, посмотрим, что в коробке. В коробке, в принципе, все стандартно. Значит, подложка, затем небольшой бокс, скрепка, чтобы вставить сим-карту. Значит, и так как телефон из Канады, там один из языков официальных, это французский, мануал на французском языке, затем небольшая книжечка, такая же, только на английском. Инструкция на французском, на английском. И, собственно, фирменные вот яблочки, наклеечки Apple, которые они кладут ко всем своим устройствам. Значит, ну, в коробке зарядка. Я, к сожалению, на американскую розетку придется купить европейский переходник. Затем USB кабель, фирменный Apple для подключения к компьютеру. Ну, и наушники, которые могут выступать как гарнитура. Ну, вот, собственно, что касается комплекта. Все. Я попробую сейчас включить телефон. К сожалению, включить его не получится, поскольку он сейчас наверняка потребует подключения его к iTunes для активации. Сейчас посмотрим. Кратко напомню основные отличительные черты iPhone 4s от iPhone 4. Значит, первое и самое главное, он стал обладать двухъядерным процессором. Вот, он стал быстрее. У него новая 8-мегапиксельная камера, которая снимает видео в разрешении Full HD. Вот, значит... А нет, что интересно, iPhone заработал. Нет, к сожалению, он пишет, что нужно вставить сим-карту для того, чтобы активировать телефон. Ну, то есть, вот так примерно выглядит новый интерфейс системы iOS 5. Вот, ну, и я не договорил. Еще одна яркая отличительная черта 4s от 4-ки. Это наличие голосового помощника Siri. Очень удобная система, однако в России на данный момент она не актуальна, к сожалению. Потому что поддерживает только английский и еще небольшой ряд европейских языков. А вообще Siri очень удобная штука. То есть, это не простое голосовое управление. Это вещь, которая помогает и понимает речь. Вы можете задать ему просьбу определить местоположение ближайшего итальянского ресторана. Siri выдаст вам список из всех близлежащих итальянских ресторанов. Затем вы можете задать ему команду проложить путь до этого ресторана. Siri это сделает. Также может отправлять смс, делать напоминания, заметки и так далее. То есть, в принципе, штука очень удобная. Вот. Но на английском языке, если вы владеете английским, вы можете ей управлять. То есть, делать заметки на английском языке, отправлять на английском сообщение. Ну, вот, наверное, на этом наш анбоксинг краткий закончился. Обзор айфона я делать не буду, потому что он сейчас не готов для этого действия. Буквально через несколько дней будет новый, еще один интересный анбоксинг. Уже совершенно другого устройства. Он будет такой более обширный, более широкий. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Ждите нового видео. Всем пока.